В России падает рождаемость. В первом полугодии 2022 года, по данным Ростата, она сократилась на 6,3%. В 2021 году родились немного более миллиона детей. Это меньший показатель за последние 10 лет. На эту ситуацию, безусловно, влияют и внешнеполитические, и всевозможные факторы внутри страны, в том числе здоровье подрастающего поколения. Здоровье несовершеннолетних сегодня – залог здорового поколения завтра. О проведении профилактического медицинского осмотра девочек до 18 лет в своем интервью рассказала врач-акушер-гинеколог несовершеннолетних, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по территории Карачаева Черкесской Республики Фатима Нарина Капышева. С чем связана необходимость проведения медицинского профилактического осмотра несовершенных девочек врачом-акушерным-гинекологом? Демографические показатели, которые у нас сейчас есть в стране, они не очень устраивают. Ту роль, которую отводили процедуры ЭКО, к сожалению, не оправдала себя. То есть таких показателей, как ожидалось увидеть, мы не видим. А репродуктивное здоровье и проблемы, которые ведут к бесплодию, начинаются в подростковом периоде. Поэтому всецело на сегодняшний день направлены усилия и правительства нашего, и медицинского сообщества на то, чтобы сохранить, улучшить репродуктивное здоровье наших несовершеннолетних пациенток. Вот в связи с этим. Осмотр в кабинете врача-акушерогинеколога взрослой девушки подразумевает один процесс. А как проходит профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних девочек? Кроме как осмотра, ничего не подразумевает. Если есть моменты, которые напрягают гинеколога, тогда берется мазок. Но все наши осмотры до 14 лет, они ведутся в присутствии родителей. Непосредственно лечение на профосмотре не делается. Дальше идет у нас первый этап профилактического осмотра, так называемый. Тогда, когда до обследования идет. Под это отводится у нас 20 дней. В течение этих 20 дней, если можно уточнить, определиться с диагнозом и определиться с тактикой, то профилактический случай заканчивается. Если у нас случай сложный и невозможно в течение этих 20 дней уложиться, то продолжительность его составляет 45 дней от первого дня. То есть дополнительно еще 25 дней дается для того, чтобы уточнить, определиться и в дальнейшем определиться с тактикой ведения и вылечивания пациентки. Говоря о любых медицинских манипуляциях с несовершеннолетними, нужно понимать, что присутствие родителей или других законных представителей в этом случае необходимо. Федеральный закон 323 об охране здоровья граждан РФ говорит о том, что до 15 лет на профилактических осмотрах должны присутствовать родители. Особенно это касается, естественно, тогда, как это касается гинекологического осмотра. Скажем так, это не просто вопрос морали, психики ребенка, это еще выявление определенных вопросов, на которые может дать ответ исключительно или мама, или законный представитель. Это один момент. И второй момент. Во время профилактического осмотра у нас ведутся беседы о гигиене, о нормах женского цикла, о вопросах, которые могут возникнуть. Вот чисто такие житейские и правильные вопросы, советы, которые могут дать родителям. Поэтому это оправданно с этой точки зрения. Начиная с 15 лет информированное согласие подписывает уже сам ребенок. 15, 16 и 17 лет информированное согласие подписывает сам ребенок. А до 14 лет, за 5 дней до профилактического осмотра, не менее чем за 5 дней до профилактического осмотра, информированное согласие получают от родителей или законных представителей. — Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Допустим, девочка несовершеннолетняя хочет прийти к такой осмотр. Ее представители закона, либо родители не хотят этого. Что делать в этом случае? — Согласно федеральному закону, в пункте 9 есть ограничения, когда являются крайне критические состояния и состояния, ведущие к распространению заболеваний. Если это то состояние, то тогда мы должны постараться убедить законных представителей. — Ну а так, конечно, если есть желание, и в судебном порядке решаются такие вопросы, но я надеюсь, что в нашей республике таких прецедентов не будет. — Что должны знать девочки несовершеннолетние о таком осмотре и, естественно, их родители или законные представители ребенка? — Осмотр в 3 года и в 6 лет, он, в общем-то, такой примитивный и спокойный. В 6 лет уже, конечно, дитё взрослеет, но, тем не менее, маме нужно заранее подготовить дитё. — В 3 года, может быть, этого не требуется, но в 6 лет нужно заранее поговорить, подготовить, объяснить, с какой целью это делается, объяснить, что ничего болезненного нет, ничего опасного нет. Это абсолютно спокойная процедура. А начиная вот в 13 лет, тут уже несколько сложнее, но вот заранее нужно провести психологическую беседу, нужно провести санитарно-гигиенические мероприятия. Ну и, в принципе, этим и всё ограничивается. Там ничего болезненного, ничего опасного, ничего такого, чего бы стоило пугаться пациенткам, нет. Как правило, пациентки, это самое, ну, у них такое некоторое состояние разочарования после того, как проходит осмотр. Ну, в смысле, боялись, пугались. — И это всё? — То есть, вот та самая, что мы вот этого боялись, мы вот этого вот пугались. Вот так ставят вопрос наши пациентки. — Ватима Андреевна, ещё один очень актуальный вопрос — это вакцинация от вируса папиллома человека или вакцинация ВПЧ, как говорят медики. Вот что нужно знать девочкам-подросткам и их родителям или их законным представителям об этой вакцине? — На сегодняшний день чётко видна ассоциация рака шейки матки с вирусом папиллома человека. Она чётко ассоциирована, так сказать, да? А среди всей онкосферы, женской половой сферы, вот заболевание раком шейки матки, рак шейки матки, он является наиболее агрессивным и наиболее высокие степени летального исхода он даёт. И вот в связи с этим весь мир был озабочен этой проблемой. И вот на сегодняшний день есть вакцинация от вируса папиллома человека. Он проводится и у нас в стране. Непосредственно сейчас у нас идёт обсуждение получения этих вакцин в нашу республику. Что сама по себе процедура подразумевает? Эта вакцинация ведётся в возрасте от 9 до 17 лет по календарю прививок. И значит, если разница между введением вакцины первого этапа и второго этапа составляет полгода. То есть если мы первую инъекцию сделали от сегодняшнего дня, если мы считаем, то вторую инъекцию нужно будет сделать через полгода, через 6 месяцев. Там существуют ещё и укороченные схемы, тогда, когда через 4 месяца ревакцинация идёт. Но вот классическая схема, она такая, да, она идёт по показаниям. Значит, если мы говорим о взрослом населении, то вакцинацию-то можно проводить и взрослому населению, но до начала супружеской жизни, до манифеста половой жизни, как говорится. Ну вот, учитывая особенности менталитета у нас в республике, то наиболее, наверное, актуально было и эти. В принципе, у нас в республике это практикуется, и девочки, скажем так, до вступления в супружескую жизнь уже есть у нас девчонки, которые проводили эту вакцинацию и уже имеют и детей, и всё нормально с ними, да. Но вот непосредственно в календарь прививок, вакцинация от 9 до 17 лет, оно будет вступать у нас вот в этом году, должно вступить. Допустим, при осмотре врач-акушер-гинеколог выявляет, ну, симптомы какого-то заболевания. Имеет ли он право назначить лечение или тут какая-то другая присмотренная процедура? Значит, смотрите, при профилактических осмотрах, значит, цель его как раз на то, чтобы отобрать вот этих девочек. Назначение, ведение, да, обследование, для того, чтобы уточнить все нюансы течения заболевания, вот здесь существует диспансерная группа и группы здоровья. Значит, дитё включается уже в диспансерную группу и более тщательно и анализы, и назначение, и контролируется это назначение. А в большинстве случаев и влечивание ведётся уже в дальнейшем. При профилактическом осмотре назначения не делаются. Поговорим сейчас о, так сказать, просветительской работе. Вот можно ли беседовать, проводить санитарно-просветительные лекции и на какие темы с несовершеннолетними девочками, пришедшими на профилактический медицинский осмотр? У нас на сегодняшний день существует ангетирование. Она очень важная и очень значимая. Она непосредственно создана нашим главным специалистом по гинекологии несовершеннолетних всей нашей страны, Уваровой и Ленитальной. Там дитё отвечает на вопросы. Значит, если существует определённый градиент, и если мы отвечаем, более сальки-то ответов положительных даётся, то рекомендуется обратиться к гинекологу. Иногда бывает, что девочки на профилактических осмотрах теряются, и бывает, что меня спросили, я это не сказала, то не сказала, или смущаются. Так вот, эта анкета очень большое значение имеет для самоанализа и в дальнейшем для введения информации непосредственно в семью. Когда она приносит эту анкету дома, и дома могут ответить, у меня есть на приёме дети, которые приходят с этими анкетами. В дальнейшем вот эта анкета, она будет выставляться у нас на телеграм-канале, который будет создаваться. Ссылка на этот телеграм-канал, я надеюсь, будет на сайте нашего учреждения. Детские специалисты в Карачаево-Черкесии тесно сотрудничают с ведущими клиниками и институтами акушерства и гинекологии в России. Проводят коллегиальные консультации в случае необходимости. У нас непосредственно прям, я бы сказала бы, очень доброжелательное, очень профессиональное отношение к пациентам и к нам, коллегам, непосредственно вот с Кулаковского центра в гинекологическое отделение подростковое, там, где есть, вот возглавляемая Елена Натальевна Уварова. У нас мы и обращались, и сталкивались, но тут только положительные эти. Все то, что возможно решить, как у нас в республике, а то, что невозможно решить в стенах наших учреждений, решаемо в Кулаковском центре на мировом уровне. Там есть уникальные разработки по определенным диагнозам, которые решают вопросы у девочек с подобными аномалиями. Здоровье девочки и подростка включает в себя множество разных аспектов. Вырабатывать привычки правильного питания и занятия спортом так же важно, как и соблюдать хорошую гигиену. А еще необходимо с раннего возраста усвоить, что своевременная профилактика – залог вашего здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok